В ожидании чуда и терпения Светлана Парфёна, она со мной родилась в Москве. С одной стороны, как бы мрачноватая картинка была, тёмная всё. Вот там дупло или росточек маленький, пробивается. Текста здесь очень много. Когда Света писала работу, она её как основной привезла в Сочи. И когда я писала, я даже не понимала, что там дальше получится. Зарождение жизни — это чудо. Маленькое чудо рождается через боль и страх. Красная трава или языки пламени на картине. Потом на их месте происходит бесконечная материнская любовь. А девы — это материнская лона. Росток внутри дерева олицетворяет зарождение новой жизни, которое несёт счастье, радость и надежду. Там дальше ещё не буду больше читать. Но самое интересное, когда Света написала, я когда её спрашивал, «Почему именно в таком виде?» А она потом говорит, я уже потом как-то внутри себя замыслил тогда. У неё муж служил на полигоне Семь-Палатинске. Раньше у тебя один испытаний и прочее. И вот когда они там жили, она говорит, что там была выжжена земля. Поэтому она говорит, я даже про это как-то и забыл. У меня такое вот там говорит. То есть когда живёшь там, то видишь в личную землю, то есть в качестве светлого, доброго и какого-то расточка. А Анген Сарфа и Вишня Питера в Хорватии в Закрепе — это вот такая единственная работа у вас, когда… То есть условия для художников. Он пишет картину на холсте, метр на метр, холст, масло либо акрил. Больше никаких километров там не должно быть. И когда мы получаем работу, мы понимаем, что здесь помимо того, что на холсте написано, то есть вот эти крылья — это алюминий. То есть это приклеено алюминий. Вот на Альфе здесь вот как струны тоже из алюминия. А вроде как, ну, чуть-чуть маленько нарушили, да? Но с другой стороны мы так понимаем, что Краснодарский край — у нас алюминиевый завод, да? Алюминий — это летающий металл. То есть почему бы крылья не должны быть там с алюминием, да? И работу называется «Англ Сарфа». Сначала я отправила для утверждения крылья Ангену на другой эскиз, но потом родилась эта картина. Радно, что она была принята в проект на 27 апреля, там день рождения как раз у неё. И мы репродукцируем вот такие вот работы. Мы очень дружим с нашим сарканным залом. И периодически когда у нас там проходили выставки, мы делали такие вот репродукции работы и дарили приезжающим, которые доставили нашему музыканту, там приезжали. Мы дарили вот эту работу. Проект. Музыка света Александра Смирнова в Беларуси. Ангел, который играет музыку света, держа в руках земной шар, как инструмент добра исконности и самодачи. Душа ангелая раскрыта, как любовь, а музыка этого чувства, как стая, взлетающая кисть. Птица души располняет свои крылья, Птица инковей невестны любви. Зародится внутри жертворное семя, Красоты, чистоты, доброты. То есть у неё как раз такое мнение. Здесь есть стихотворение. Что самое интересное, что многие художники пишут стихи. Многие издают свои книги. Мы проводя выставки, читая в книгах отзывы, пожелания, отзывы, очень часто люди пишут стихотворения. И нам, кстати, больше стали присылать одно стихотворение, второе, третье, уже там наброют более 25. Мы на сайте сделали специальный раздел поэзии ангелов мира. И два года назад мы запустили ещё один наш проект. Так называется поэзии ангелов мира. Это когда каждый желающий, зайдя на сайт, выбрав три любые работы, которые им понравятся. Он может написать стихотворение и прислать его нам. Жюри и комиссии это всё оценивают. Мы отбираем. Потом лучшие работы. И потом, когда будет выставка, для каждой работы будет висеть табличка с описанием работы. И будет рядышком все это стихотворение, посвященное именно этой работе. Два года назад, когда мы запустили, первый этап у нас прошёл. Нам прислали около 700 заявок из 25 стран мира. Самые дальние были тут Бразилия, Австралия. Тоже наши дружескоязычные, которые писали. У нас сегодня, буквально вчера, 30 сентября, мы завершили второй этап. Там чуть меньше работ прислали. Там где-то порядка 200 работ прислали. Но тоже география очень большая. И Эстония, Латвия, Прибалтики, страны европейские, очень много стран. То есть у людей отвлекаются, они пишут стихотворение. Поэтому у нас есть такая идея, чтобы потом выпустить ещё сборник стихов. Ангелы-хранители Дарижан Чиркоти, она сама с Владимир Кавказа. Ангелы добрые, бесплотные, невидимые духи. Неизримых присутствует в нашей жизни, храня нас и наших близких. Ангелы-хранители укрывают нас своими крыльями от бед и печали. Незаметно касаясь крыльями, в души вкладывая слова «Я рядом». То есть вот она как раз изобретила свой дом, где она живёт в Владимир Кавказе, национально присутствует у неё какое-то такое видение. Очень часто многие говорят, что если подойти посмотреть на образ какого-то ангела, на фотографию художника, то они очень похожи. Я могу сказать, что это похоже, потому что каждый художник, когда он пишет ангела, в любом случае вкладывает свою душу, свою эмоцию, свою энергию, и образ, то, что получается здесь, то, что на фотографии, почти 100% угадывается. Сейчас будем их в пустое.